Что там, Лиза? Открывай. А, вот. Пряжа какая-то. Пряжа? Качественная. Не знаю. Этикетка с него. Аж выстрелила. Покажи этикетку. Ну вот этикетка. Ага. Это пух норки так называемый. А покажи клубочек, он какого цвета. А можно от светлого. Ой, какой красивый. Да, будем вязать шапочку. Будем? Давай. Ну, может, свитер. Там только два клубочка на свитер не хватит, но шапку сделаем. Еще вот такая у нас в машине распаковка. С Алиэкспресс приехали бирочки. Вот такого размера. Одна. С обратной стороны можно писать состав пряжи, свои контактные данные. И вот такая маленькая, совсем такой флажок. Пропивная вот эта дырочка тоже на стороне. С одной стороны такая она глянцевая, а с другой стороны матовая. Легко писать шариковой гелевой ручкой. Как угодно. Не помню, сколько обошлись, но не очень дорого, рублей сто. Вот взяла с собой пряжу в машину, пока мы едем по пути. Повязать бы. Но нет. Пряжа здесь, а спицы в чемодане остались. Это, кстати, я купила себе обидную пряжу, но удивлением стала пользоваться. Такой пряжей решила попробовать. Это у меня альпака, какая-то смесовая. Здесь еще есть синтетический волокна, но и такой толстенький шнурочек. Будет шарик. И такой же есть еще бежевый моточек. У меня бобинка. И будет такой красивый, яркий, сочный шарфик. Живописная, конечно, дорога туда есть. Заселились номерок. Вот такая у нас тут красота вообще. Это Лизе отдельное раскладное место. На шестом этаже у нас номер. Такие вековые сосны. Сразу вид на такой местный пруд. Здесь прогулочные площадки. По утрам бегают, пробежки. Вот там справа, дальше, в той части эко-парк. В общем, великолепное место. Если есть возможность у вас приехать сюда и время, то обязательно, обязательно сделайте для себя такой подарок. 15-го по полу 17-е. Уважаемые гости, мы рады вас приветствовать в наших звездах. По ножке попало. Все, зайка? С подушкой, да? Варень, пока-пока. По ножке попало. Все, по емко-пока. Левый, правый, левый, правый, левый. Варень, пока-пока. И так, привет. Меня зовут Юля. Вы находитесь на моем канале о вязании. Канал называется Юлия Емеля. Если вы еще не подписались, подписывайтесь. На моем канале интересно, полезно, разнообразно. В начале видео вы видели небольшое включение. Мы ездили в дом отдыха. Было интересно. Я хотела там повязать наивно. Даже взяла с собой пряжу. Но не удалось. Ну, не страшно. Отдыхать тоже, да, очень полезно и нужно. Они так... Наш отдых... Как нам кажется, мы отдыхаем во время вязания. Но отдыхать от вязания тоже нужно. В общем, я даже его не вспоминала. Вставали рано. Приходили поздно. И вот эти три дня, которые мы отдыхали, они очень хорошо, благотворно восказались на моем потенциале. Я теперь, знаете как, распределяю время очень эффективно, как мне кажется. Потому что я структурировала свою работу. Написала себе план, когда мне что нужно сделать. И это очень, кстати, помогает написание планов. Я же несколько раз пользовалась такими таблицами, которые впоследствии я использую. А вычеркиваю то, что уже выполнено, либо переношено в следующий день то, что я еще не успела. Потому что когда у вас много каких-то дел. Ну, я говорю сейчас о вязании. То лучше это, конечно, как-то структурировать. Сегодня я покажу навязанные работы. Их достаточно много. Они вязаны вручную, вязаны на машинке. Я все чаще использую машинку в своем вязании. И мне это очень радует. Потому что вещи получаются совершенно иные, чем с рук. Потому что машина у меня пятого класса. Пятого класса машины, они применяются только для либо очень тонкой пряжи, либо, знаете, такая толщина 50 грамм 200 метров. Для нее уже такая достаточно толстая нитка. Поэтому вещи получаются с машинки очень магазинные. Такие, как я люблю. Если вы давно на меня подписаны, то знаете, что я люблю вещи, которые не очень видно, что они вязаны вручную. То есть они достаточно такие стабильно монотонные, если так можно сказать, в своем исполнении. С небольшими нюансами, которые выдают в них какую-то эксклюзивность. В общем, вот так вот наговорила вам. Кстати, еще расскажу про магазин пряжи, который для себя новый открыла. Магазин-то существует достаточно давно. Но мне о нем рассказала моя коллега по цеху. И недавно я его открыла для себя. И я сейчас покажу вещи. Буду их примерять. Буду показывать, что я из чего вязала. Сразу оговорюсь, почему я сейчас большое количество изделий шапочных связала. Это не на наличие для моего аккаунта. У меня предстоит ярмарка, которая пройдет в пространстве Artplay и ярмарка 4 сезона. Кому интересно, можете переходить в инстаграм. Там есть их аккаунт. 4 сезона ярмарка. Посмотрите, что это такое. Эта ярмарка сейчас проходит осенью каждые 2 недели. Вот я наконец приняла участие в одной из ярмарок. Хотя я уже достаточно давно вяжу. По-моему, это уже продолжается. Мое вязание такое активное. С вязанием на заказ уже лет 5, но только сейчас я участвую в ярмарке. Я связала аксессуары. Это шапки. Есть у меня шарфы, палантины. Некоторые я покажу уже изготовлены с вязаной. Некоторые недовязаны. Покажу все. Покажу, что купила. Давайте буду показывать. Также для ярмарки я приобрела пряжу в Леонардо. Я приобрела 2 вида пряжи. Это пряжа Бенни и Нелли. Этих корешков. Конечно, упаковка у Адели оставляет желать лучше. Все замотано скотчем. Пришлось разрезать. В общем, вот такая мне стопочка. Это шапки. Я пока их не делала отворот. То есть не отворачивала их. Они в полном развернутом виде у меня сейчас. Это пряжа Нелли, по-моему. Значит, что особенного в этих шапках? Шапки связаны я сделала на разный размер обхвата головы. Они чуть-чуть отличаются одна от другой. Как вы видите, выбрала достаточно такие базовые цвета, которые хорошо подходят и светлым волосам, и брюнеткам. И чтобы они хорошо подчеркивали цвет лица. В общем, из каких соображений я выбирала цвета? Хаки. Для меня это хаки. Немножко такой пестрит. Такой цвет хорошо подходит под многие цвета одежды. То есть можно выбрать любой из оттенков, которые здесь у нас присутствуют. И это будет хорошо комбинироваться с вашей плечевой одеждой. И с пуховиком, и с пальтом. Сейчас примерно себе покажу. Вот такой очень красивый сиреневый светящийся цвет. Прекрасно к лицу. Прекрасный светлым и темненьким девушкам. Мне понравился. Винный, или скорее даже такой свекольно-сливовый. Замечательный цвет. Очень полюбившийся, в принципе, для многих девушек. Потому что он красиво подкрашивает щечки таким румянцем. И подходит. И, конечно же, серый базовый. Что в этих шапках, особенно во все, они связаны резинкой. Один к одному. Макушки закрыты на шесть клиньев. И узор закрытия, вот он здесь виден. Все немножко отличаются по размеру, я говорила. Наборный край здесь итальянский во всех. Отворот на всех шапках очень широкий. Сделала это намеренно. Потому что шапка зимняя, теплая, объемная. Сейчас я ее надену. Возможно, мне придется чуть-чуть приспустить отворот. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. Вот такой получается отворот. То есть немножко поднимается макушка. Можно, значит, поднять и выше. Примерно так. Вот так боком. Если мы опускаемся шире, больше на голову, делаем шире отворот, то она получается уже не так высится над макушкой. В общем, вот такая модель шапочки. Все прекрасно сидят. Эта шапка примерно по объему на меня. Самая крупная у меня шапочка Хаки. И причем, знаете, чем это интересно? Это интересно, это разный размер. Например, она тоже на меня садится. Если девушка любит такую свободную, как хорошо сидит, посмотрите, свободную посадку по голове, то она может выбрать более крупный размер. И ей будет комфортно не так сильно плотно облегать голову. А некоторые любят, наоборот, плотную посадку, чтобы она не слетала, не сбивала. Прекрасный цвет. Очень мне понравился. Номера цветов называть не буду. Там они достаточно явных можно увидеть в пряже. Пряжа Нелли, по-моему, еще раз повторюсь. Или Бенни. Пожалуйста, не обижайтесь, я не помню. На одну такую шапку понадобится два мотка. И у вас немного останется. У меня был такой план, что с остатка пряжи можно связать еще митинги. Но с остатка пряжи, со второго моточка митинги не получаются. Приходится докупать еще моточек. То есть с двух мотков у вас получается шапка. А на митинги нужно будет добирать еще моточек. Митинги весят. Две митинги. 75 грамм. Соответственно, каждая по 35 грамм. Плотность у них точно такая же, как у шапок. Шапки я вязала спицами номер 4,5. Вот такие у меня митинги базовые. Большие пальчики открытые. Без чехольчиков на большие пальчики. Сейчас я обнаружила, что достаточно много носят именно таких митинок. Ключевой здесь я хотела выполнить их достаточно длинный. Длинный, потому что длина ладони бывает разнообразной. У меня такая средняя длина ладони. То есть я примеряла на своих знакомых, подруг. У некоторых даже пальчики еще сильнее видны. Ну вот я вязала здесь 13 рядов манжет. 10 рядов на палец. 23 ряда вот тут. По рядам я точно помню. И в объеме здесь, по-моему, 32 петли. Вот такие они базовые митинги. И серого цвета. И еще буду другого цвета, пока остальные не успела. Следующая шапка тоже из магазина Леонардо. По-моему, это называется Бенни. И это пряжа. Кстати говоря, вот здесь у нас 70% шерсти и 30% акрила. И в этой шапке 100% шерсть. И я начала вязать ее нижнюю часть соло. То есть только из этой пряжи. А потом наверху добавила золотистые микро-пайетки. Я надеюсь, они немножко будут вам подсвечивать в экране. Потому что смотрится вот вживую. Это замечательно. Я даже почему-то в зеркале не очень хорошо это выглядывается. Но когда я на ком-то видела, то что такое хорошо просвечивают пайетки. Ну вот они мерцают. Такие золотистый цвет шампань. И у нитки основа. В общем, очень нарядная шапочка получилась. Она мне так крайне нравится. Видно, что она такая толстенькая, пузатенькая. Такая зефирка. Очень такая милая зимняя шапочка. Резинка один на один везде. И очень резкое закрытие макушки. Вначале я, по-моему, закрыла. Я убрала все изнаночные петли наверху. Перед полным закрытием макушки. А потом лицевые петли провязывала. Три петли провязала одной петлей. Поэтому вот такой прям наверху зефирчик получился. Такой надутый. Вот такая шапочка, мне кажется. Она достаточно хорошенькая получилась. Из такой модели пряжа у меня только один вид шапки. Не стала брать другие цвета. И вот из таких толстеньких, пузатеньких. Вот еще раз покажу. Вот такая стопочка. Аппетитно выглядит. Я надеюсь, они будут интересны покупателям, которые придут на ярмарку. Вот, в общем, потом все расскажу. Покажу. Дальше шапки я покажу, которые связала на машине. Это пока что три шапки. У меня планируется еще одна. Вот примерно такая, только бежевого цвета. Покажу. Не довяз расскажу, как я их вяжу на машинке. Эти шапки. Вот, кстати, которые темные. Это две мужские шапки. Вот такая синяя. И цвет хаки. Тоже выбирала достаточно такие базовые цвета. Потому что мужчины в основном любят все. Ну, по крайней мере, те, которые мне встречаются. Однообразно. Единообразно-однообразно. Да? Чтобы не было какого-то экспрессии. Экспрессивные мужчины. Они, я думаю, так же капризно в своем выборе, как женщины. Поэтому сложно им угодить. Поэтому я связала базовые шапки. И ключевой здесь отвела на состав. Вот это стопроцентная мериносовая шерсть. Здесь мне нужно немножко поправить петельку. Здесь у меня такой маркер. Памятка. Как я вязала? У меня, напомню, однофонтурная машинка пятого класса. В круговой она, естественно, не вяжет. Поэтому я сейчас покажу. Я вяжу вот такие заготовки. Это еще не отпарено. Ничего. Связала я высоту. И высоту я связала две высоты. То есть это двойная шапка. Вот так она, да? Начинается и заканчивается. Вот так. Я связала две высоты. Вот так с шапки. И все. Сейчас я эту шапку сложу изнанкой внутрь. И петелька в петельку сошью. Вот этот внутренний шов. Он совершенно не будет виден. Сейчас покажу на светлой шапке. Вот на этой, которая уже выполнена. То есть вот это две одинаковые. Вот эти две одинаковые пряжи. Только разных цветов. Вот уже готовые. Сейчас я вам покажу шовчик. Вот так он выглядит. И связав вот эту, значит, прямую часть, сшив ее, дальше я поднимаю петли, просто набираю их. Здесь я вязала спицами два, то есть макушки. То есть, конечно, здесь нужно постараться, потрудиться немножко, помельчить. Но это гораздо быстрее, чем если бы вы вязали, конечно, все это вручную. И я вначале вывязываю одну макушку, переворачиваю, поднимаю здесь петли и вывязываю вторую макушку. Все макушки мне закрыты на четыре сектора. То есть, это тонкая нитка. Я ее на четыре сектора закрываю. Мне нравится то, что есть небольшие грани. И нравится мне. В общем, мы в принципе сейчас шапки часто выполняются именно с такими макушками. Это, кстати, женская шапка. Вот эта серая и бежевая, которую я вначале показала. И две мужские шапочки. Вот эти шапки связаны и с бобинной пряжей. Пряжу я покупала в магазине Вяза Шоп. Магазин находится в Москве, здесь мне гораздо ближе. Я приходила к ним лично, потому что сложно по сайту выбирать что-то, тем более впервые. И когда ты уже видишь ассортимент, потом уже можно останавливаться на чем-то. Ты пряжу видел, фотографировал и потом ее покупать. Здесь у меня шапка связана в три нити. На плотности четыре, если кто-то у меня есть из подписчиков или зрителей, которые вяжут на машине. Название пряжи напишу, потому что не все названия я помню. Плотность четыре, в три нитки. Все. Какую-то высоту связала. В общем, вот такая получается шапка. Они все у меня с напуском, эти шапки. И можно в обратную сторону вот так как-то надломить. Нужно просто вот так приспустить. Вот, шапочка мне понравилась. Я сразу покажу палантин, который я к ним вяжу. Это палантин бежевый, вот из этой пряжи. То есть, это я делаю комплект. Один серый комплект, и другой комплект будет бежевый. В чем интерес палантина? Он связан в две нитки такой пряжи. Пряжа там, по-моему, полторы тысячи метров. Идет там в килограмме или какие идут там пропорции. И палантин. В палантин я добавила нить люрекса. Вот такую большую купила бобину. Мне ее хватит, мне кажется, на несколько жизней. Эта бобина, причем это не одна. Одна, это такая, видите, розово-серебристая. А другая есть у меня такая пыльно-розовая, более приглушенная. И вот ту самую приглушенную я добавила вот в палантин. Не знаю, видно, это отражается на видеокамере. Вот я немножко подальше, поближе, посмотрите. Палантин я вязала на плотности, по-моему, 6. Он достаточно большой. И, кстати говоря, это полушерсть. Здесь, по-моему, 50% шерсти и остальные смесовые волокна. Плюс здесь есть вискоза. Он весь связан лицевой гладью. Здесь весь интерес вот в этом меланжевом переходе цветов. И я так рада, что я могу выполнять вещи, которые не нужно вот лично мне для себя покупать в магазине. Я просто выберу цвет и свяжу себе впоследствии что-то. Если какой-то из комплектов не приобретут, то я с удовольствием его буду носить. Оставлю себе один из них. Вот такие наборы. Про шапочки вот эти две рассказала. Мужская шапка. Вот это 100% меренос. Тоже напишу название пряжи. Здесь кин сбоку. Вот это тоже 100% меренос. И скажу, какая может быть загвоздка, например, с полушерстью. Чуть дальше. Это причем меренос. Мне он понравился то, что имеет такой меланжевый перелив. Темно-синий, светло-синий. И это производитель Зенья Баруфа. Мне просто потрясло. В общем, мне понравилась сначала нитка, цвет. А потом уже я узнала производителя. Вот такая шапка. Классная мужская шапка. И девушке тоже может подойти. Ну, позиционирую я это как шапку для мужчин. Потому что вязала ее на обхват головы 57-58. Так, что касается полушерсти, которую может произойти какой-то там нюанс. То есть та полушерсть вот из этих шапочек, она достаточно хорошая. Хорошая у меня получилась. Она хорошо растягивается. Но вот я еще приобрела себе вот такие моточки фуксии. Хотела из нее тоже сделать какие-то шапки, комплекты. Такой красивый, да, глубокий фуксиевый цвет. Сейчас он так в моде достаточно идет. Такие яркие неоновые цвета. Но этот более такой благородный. Я не сильно вырви глаз. Но связав образец, образец у меня растягивается. Лицевой гладью растягивается, но на место не возвращается. То есть пружинистости в этой нитке нет. Я взяла вот такой фуксии цвет. Причем она тонкая. Ее придется в несколько сложений связать. И вот такой взяла бежевую, нейтральную гамму. Вся эта звука много взяла. И он точно такой же имеет характеристику и состав. То есть тот же самый производитель, та же самая пряжа. И я не могу связать из нее комплекты шапочные, потому что... И третью взяла. Потому что, ну, в общем, не тянется ничего. И придется из этого вязать. Либо я оставлю это себе. Свяжу, например, дочери вот такого цвета джемпер. Я думаю, она будет просто счастлива. Да? Что-то поярче. Она любит меня яркая. А из вот этого бежевого, думаю, можно связать прекрасный палантин. Добавлю люрекс. Добавлю махер. Я тоже подбила вот такую махеровую нитку. И в комбинации будет совершенно великолепно. И думаю, связать это уже не лицевой гладью, а добавить какие-то узоры. Естественно, на машинке. Какие мне машины позволят сделать. Возможно, даже сделаю жгуты. Потому что там можно сделать и дырочки, жгуты. Либо воспользоваться ажурной кареткой. Ну, она очень много съедает ниток. И будет такое толстое полотно. Посмотрим. Вот такие. То есть, бывает и промахи. Хотя я видела образец в магазине. Мне понравился. Я его растягивала. Вроде возвращался на место. Не знаю, что было не так. Я истирала, отпаривала. Но что-то пошло не так. Вот. Потом еще одно мое приобретение в магазине пряжи. Я сейчас покажу вам уже почти готовый палантин. Вот эти полосы серый. Серый махер. И вот этот баклажановый махер. Это был у меня махер. Это махер на шелке. Он у меня уже был. А вот этот цвет бензина или какой он, петроль, да, называется. Это я уже купила. Это в бобине. Он не очень передается. В общем, здесь идет изумрудно-баклажановые переливы. Очень красивая нитка. После стирки она очень интересно себя ведет. Она поджимается. То есть, если махер вот здесь видно петлю, да, он достаточно свободно так и остается. То вот эта нитка, она сжимается и становится такой мелкой. Видите, какие есть нюансы в новых нитках. Поэтому я новые модели из новых ниток, или даже старые модели своих каких-то изделий из новых ниток не очень люблю вязать. Потому что это всегда какая-то лотерея. Что получится, непонятно. И, значит, этот я палантин связала вот в правой части. Вот такая полосатая. Ну, по-моему, очень классное сочетание цветов получилось. А здесь вот такой палантинчик. Вяжу я их примерно на длину метр шестьдесят. В ширине, чтобы он был близок к тридцати сантиметрам. Ну, не меньше двадцати восьми, потому что дальше получается такая же очень-очень узкая колбаска. Здесь мне осталось закрыть края. Вот бросовые ниточки. Посмотрим, где я их закрою. Пока не знаю. Еще я наткнулась на очень интересную пряжу. Посмотрите, я вижу, какой красивый. Это уже не палантин, это шарф. И цвет, смотрите, какой. Я не знаю, как его писать. Ну, неоново-сиреневый, да. И здесь, по-моему, камера хорошо передает. Может быть, он в жизни чуть глубже, не такой яркий. И я купила вот такой цвет. И здесь на мне грустно связать было. Просто однотонный шарф. Кстати, у него еще будет похрома. И я купила, докупила еще такой натуральный цвет. Здесь у меня что-то петли. И вот так вот я делаю интарсию. И получается, что шарф, с одной стороны, он будет вот такой яркий неоново-сиреневый. А с другой стороны будет иметь цвет вот такого светлого верблюда-блондина. Вот. Причем переход я буду делать не сразу. Сейчас бежевый, потом там вновь появится сиреневая полоса, такая же неровно включенная в полотно. И затем уже полностью он будет с противоположной стороны вот таким натуральным. Повторюсь, что добавлю бахрому. И, кстати говоря, неспроста я стала выполнять именно такой шарф, именно такой структуры нити. Именно вот такой, знаете, заваленная альпака. По-моему, это все-таки махер. Я руководствуюсь ресурсами, которые показывают нам тренды, показывают какие-то новые модели изделий, которые выпускаются в продажу. В частности, это Farfetch. Это просто онлайн-магазин одежды, такой же, как у нас есть на рынке в России La Moda или Wildberries и какие-то там еще другие. Но Farfetch это то, где появляется одежда, тот магазин онлайн, где появляется одежда сразу с подиумов, которые задают тренды в дальнейшем нам во все остальные магазины. И я обнаружила, что там достаточно много количества, большое количество магазинов предлагает вот такие шарфы, широкие, пухлые, с бахромой. И решила воспользоваться текущим трендом будущим и связать такой шарф. То есть неспроста я выбираю модель, я стала более продуманно как-то подходить к этому вопросу, потому что связав то, что никому не нужно, кому неинтересно и не модно, есть риск остаться с этой вещью, в общем, навсегда. Еще я хочу показать вот такую шапку, которую я связала. Эта шапка, как вы видите, из ангоры, но это не просто ангора. К этой шапочке ангоры я подмешала еще меринос. Я сняла видео, мастер-класс на эту шапку, пока еще я его не смонтировала, поэтому ждите, скоро будет видео. Я надеюсь, я в ближайшее время его смонтирую, публикую. И эту шапку, по-моему, я делаю еще обзор в обзоре ангоры. У меня есть еще одно видео, которое пока еще не выпустила, про обзор ангоры. Скоро будет, скоро будет. Вот такая шапочка, она с двойным отворотом, обратите внимание, это не просто резинка один к одному, здесь более такая сложная резиночка. Не буду раскрывать все карты. Мне очень нравится вот эта макушка, она поделена на четыре части, и здесь красивое завершение ее, вот как бы как-то ажурно переходят в эти лицевые дорожки. Если мы развернем всю шапку целиком, то здесь видно, что есть такая внутренняя сторона, как бы изнаночная, и шапка, повторюсь, с двойным отворотом. Также я в кромочную часть шапки добавила, подшила ее резиновой ниткой, специально, чтобы в дальнейшем, если вдруг обладательница этой шапки как-то не совсем удачно постирает ее, потому что можно нечаянно слишком сварить шапочку, или наоборот переохладить, и как-то нитка может поплыть. Чтобы такого не произошло, я добавила еще резиновую нитку в кромку, и шапка будет держать форму по объему всегда. Что касается еще вот ангуры, хочу вам распаковку еще небольшую показать, потому что пряжу я получила, ну вот как раз, когда мы ехали в дом отдыха, я вам показывала, но еще не доставала, это вот такие моточки пухонорки, не ангур, но пухонорки, но эффект получит одинаковый, даже не доставала. Да, здесь еще две катушки нитки, по-моему, это резиновая, а еще и полистер для упругости. И вот эти два моточка я заказала для выполнения вот такой шапки, так как я сюда добавляю меринос, то сюда я тоже хочу добавить, точнее мне нужно для такой модели добавить меринос, но я еще размышляю добавить серую ниточку, светлую, либо белую. Если я добавлю сюда серую нитку, то вот эти яркие цвета, они немножко приглушатся, и будут не такие яркие, не такие детские, что ли. Если же я добавлю белую нитку мериноса, то она мне станет более светлая такая, свежая, что ли, по цвету, не знаю, пока я подумаю. У меня есть дома остатки серой и белой нитки, я смешаю, проэкспериментирую, и после этого уже закажу нужную нить. Я вообще не так часто заказываю пряжу на Алиэкспресс, потому что она идет достаточно долго для меня, уже как-то становится интересно. И, как я поняла, все-таки не совсем однозначный результат, потому что на фотографии мне казалось пряжа более пастельных тонов, а в жизни она какая-то чересчур яркая. Также я еще хочу показать вам палантин, который я выполнила из махера. Естественно, я его связала на машине, чтобы это было быстро, ровно, и чтобы мои руки не сильно напрягались при вязании такой огромной вещи. Также я в этом палантине выполнила задумку, которую давно собиралась использовать. Я сделала отделку краев палантина вот такими яркими цветами. Здесь это такой светло-бирюзовый, и больше он нигде не повторяется в палантине, он только выполнен вот по этим кромкам. Это махер, это были у меня такие моточки, разные, голубые, розовые, белые. Видите, одна половина она такая более голубая, а вторая половина она более розовая. Выполнила я его вот такими неровными полосами. Мне очень нравится результат. Посмотрите, он такой получился нежный. Не весь сейчас попадает в кадр. Примерно вот такие хвостики. Подойдет таким светленьким девушкам. Нежный махер, он на шелке. Понятно, что великолепная вещь. Можно и к телу, и поверх пальто. Так что имейте в виду, что можно использовать оставшийся махер в разных ипостасях. Можно использовать вот так, с добавлением какой-то новой нити. Можно связать просто в одном изделии. Не забудьте об этом. Вот такой обзор изделий. Надеюсь, вам понравилось. Держите за меня пальчики. Надеюсь, моя первая ярмарка пройдет хорошо. Я потом обязательно расскажу вам итоги, результаты. Постараюсь снять репортаж оттуда. И как-то показать, что там происходит, где это, как это. Подписывайтесь, еще раз повторюсь, на мой канал. Оставайтесь со мной. Ставьте лайки. Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Всем всего хорошего. Удачных вам проектов. И до новых встреч. Пока-пока.